Первый профессиональный. Мой клуб был, это Звезды Тринты. 15 лет. После этого я подписал контракт в ЦСКА. Второй состав. После этого уехал в 6К ВВС Самары. На три месяца в Уралгрейд. Вторая команда по Суперлиге Б. Потом это была Динамо. Москва. Роснефть Нальчик. Подмокать Динамо и Динамо. Последние сезоны поиграл Динамо. Завершил. Почему? Потому что решил, что в 25 лет я хочу развиваться в чем-то другом. Я потому что реально представляю свои возможности и знаю, что всю жизнь я баскетбол играть не буду. На любительском уровне с удовольствием. Тренировки проходят регулярно. Тренировки проходят неделю. Как минимум один раз насобираемся. Настраиваемся на игры. Изучаем комбинации. Отрабатываем их на тренировках. Для того, чтобы результат был положительный. Это победа. Я веду здоровый образ жизни. Слежу за питанием здоровым. Слежу за здоровым сном. Это самое главное. Заложу успеху спортсменам. Я думаю, что в прошлом году просто в течение обстоятельств так сложилось, что у большинства игроков как раз ближе к финальным играм были травмы. У нас был неполный состав. Наверное, поэтому не хватило вот именно какой-то помощи от одного-двух игроков наших фигирующих, от кого мы всегда получаем исключательные результаты. Фавориты? Ну, я считаю, что сильнейшая команда – это наша. Баскетболь клуб Московский. Поэтому я надеюсь и верю, что мы станем в этом счету и первым. Я считаю, что в принципе все развивается, все ведется в нужном направлении. То есть организация, матчи, все улучшается с каждым разом, все лучше и лучше становится. Вот. Ну, я буду пожелать организаторам только успехов, смекалки, креатива. Я уверен, что все будет замечательно. Каждому свои способы. Я, судя по его результатам и судя по его статистике, я думаю, ему помогает. Это очень тяжелый вопрос. Это с его бы индивидуальная, мне кажется, ситуация, с которой сталкивается каждый профессиональный баскетболист. И, в частности, спортсмен. Работа и труд. Как говорится, все перед трудом. Самоотдача и, главное, желание. И все возможности. Шахта. Обязательно. Обязательно. Команда – это как единый целый механизм, который состоит из маленьких деталей, которые надо поставить в нужном направлении, чтобы они двигались и давали единый результат. Агрессия. Агрессия. Работа. Отдача. Все развивается и, безусловно, лига становится сильнее. Все больше появляется в прошлом профессиональных баскетболистов в лиге. Соответственно, уровень растет. Что разделили лигу на подбун с осаном, я считаю, это правильно. Должна быть равная борьба. Это интересно и зрителю, и команду. Приходите на наши матчи, болейте за нас. Мы будем побеждать и радовать вас яркими моментами. Спасибо. Продолжение следует...